Приём-приём, здарова всем, с вами Хилл Хёрдс. Сегодня мы с вами посмотрим на красивую и необычную бюджетную беспроводную мышку, которая вроде хороша, а вроде и есть нюансы. Начинаем с распаковки, тут стандартная транспортировочная коробка, а только потом уже основная упаковка. Девайс, скорее всего, точно доедет целым. Из комплекта только сама мышка, наклейки, инструкция и короткий кабель для зарядки. Насчёт внешнего вида, если смотреть с левой стороны, то немного ближе к задней части у грызуна есть небольшой горб. Он достаточно плавный и не впивается в ладошку. Также есть небольшая отформовка для большого пальца. Если смотреть с другой стороны, то форма такая же, так как грызун симметричный. Сзади имеется достаточно плавный скос, который хорошо ложится в ладошку. Также здесь есть стык панелей пластика, куда со временем будет забиваться пот. Сверху есть только две основных клавиши, полностью прорезиненное колёсико, которое на удивление очень хорошо сделано, а также кнопка смены DPI. Есть ещё три цифры с подсветкой, которые показывают уровень заряда. Спереди мышки имеется порт для зарядки без углублений, то есть сюда подойдёт любой ваш кабель. Основные клавиши достаточно маленькие и почти не имеют выемок под пальцы. На дне есть четыре тефлоновые ножки с неплохим скольжением, тумблер включения и место для донгла. Насчёт пре и посттревела клавиш, он минимальный. Сайд тревела почти нет, так как конструкция кнопок этого не предусматривает. Насчёт хвата и того, как грызун лежит в руке. Лично у меня не получалось найти комфортное для использования положения. Ладошка у меня в длину 19,5 см и если пользовался ладонным хватом, то пальцы немного свисали. Если же пальцевым, то было лучше, но всё ещё не идеально. Полагаю, что лучше всего подойдёт для небольших ладошек и женских рук. Как вы смогли заметить, тут снова установлены бесшумные микрики, то есть этим грызуном смело можно пользоваться ночью и не бояться разбудить соседних собак. Ну а теперь не о самом приятном, мне вообще не удалось найти, какая тут стоит начинка. Нет инфы про микрики, нет инфы про сенсоры, ничего. Обычно, когда ничего не указывают, то мышка, к сожалению, собрана скорее всего на ноунейм комплектующих. Есть ещё неприятный нюанс. Частота опроса сенсора всего 130 Гц, что очень мало. Из приятного за время пользования не было отвалов от приёмника, сигнал всегда чёткий. Пробуждается мышка по нажатию. Софта тут, к сожалению, нет, но есть один очень неприятный косяк. Здесь вообще без проблем срывается сенсор. Иногда для этого нужно прикладывать усилия или сильно дёргать мышку, но тут это происходит при обычной работе. Нет, если дать мышку бабушке, то у неё получится нормально пользоваться, но в любом другом кейсе использования это боль. Я также читал отзывы на ВБ и Озоне, и там таких косяков нет. Предположу, что это просто мог попасться брак. Аккумулятор тут заявлен на 500 махов, а это означает уверенную неделю без подзарядки. Что по цене? На ВБ я видел вариант за 750 рублей, и как по мне это дорого, хотелось бы подешевле. Если отбросить за скобки брак со срывом сенсора, то тут получается беспроводная радиоканальная мышка маленького размера для женских рук. Если предполагается такой нетребовательный офисный кейс использования, а ещё нравится дизайн, то это очень неплохой вариант. В любых других случаях лично я бы предпочёл за те же деньги взять проводного грызуна, но окончательный выбор в любом случае за вами. Надеюсь данное видео окажется полезным для кого-то, премного всех благодарю за просмотр, всем всё хорошего, счастья, здоровья, играйте пожалуйста в хорошие игры, всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть, речь о моём бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр, всем всё хорошего, счастья, здоровья, и играйте пожалуйста в хорошие игры, всем добра.